Всем привет, меня зовут Дюк Юсупов и сегодня я расскажу о еще одном своем спектруме, а точнее сегодня будет рубрика «Учумелые ручки», то есть делаем что-нибудь полезное из того, что у меня завалялось, или то, что можно купить за небольшие деньги. Например, у меня была такая статья, как я рассказывал, как я сделал самодельный корпус для такого польского клона как ZX Spider, то есть сначала ZX Spider купил плату, плата, естественно, идет без корпуса, я купил к нему вот такую вот копию, клон, скажем так, резинового спектрума, такую ярко-красную, с белой кавиатурой, заказывал еще за рубежом, когда это было возможно, но оказалось, что вот эта вот резиновая клавиатура, она крайне неудобна с точки зрения игры, то есть кнопочки, конечно, у нее приятные, такие вот, нажимать их вполне приятно, но вот дают они очень такой неуверенный, то есть постоянно идет пропуск нажатия этих клавиш, а в играх это критично, поэтому я из нее сейчас сделал внешнюю, по сути, клавиатуру с помощью такой вот разъема для SCAR-та, своего собственного, скажем так, формата, проводков для него, сам Spider, у меня потом был размещен вот в таком вот корпусе, то есть я купил буквально за 100 рублей в Руа Мерлен, вот такой вот органайзер, вырезал отверстие под кавиатуру, которое я использовал ZX Spectrum Plus 2, потому что сам ZX Spectrum Plus 2 тогда я пытался отремонтировать, он у меня не работал толком, сделал отверстие под все необходимые выходы и входы, и даже был разъем под дисковод 3,5-дюймовый, который туда вставлялся, вот сюда вот эту дырочку из нее, можно было использовать ее совместно, собственно, с этим Spider, который здесь вот, плата размещалась вот здесь вот, то есть это примерно год я таким образом его использовал, потом я его продал, потому что наконец-то починил свой ZX Spectrum Plus 2, а продал я его в корпусе от Delta, вот, и у меня осталась плата от этой самой Delta, я на ней, естественно, проводил разные эксперименты, для того, чтобы свою основную плату перевести в режим 128 килобайт с добавлением AY, сейчас она у меня вот, пожалуйста, работает, эта основная моя Delta S52 микросхема, который, то есть 128, AY, все как положено, но плата у меня, вот эта вот экспериментальная осталась, и было непонятно, что с ней делать, выкидывать жалко, сначала у меня была мысль выпаять туда все микросхемы и заказать какую-нибудь новую плату, там, того же Ленинград, например, там, туда все это дело запаять, потом я посчитал стоимость, что-то у меня вышло очень дорого, то есть те микросхемы, которых не хватало, по одному их было заказывать очень дорого, а плату забрасывать тоже что-то вроде не хотелось, поэтому у меня родилась очередная мысль, чтобы подобным же способом, то есть из такой же коробочки, которую я только что показывал, тоже сродить какой-нибудь корпус, но данный корпус у меня не подходил, пришлось что-то придумывать еще, подгонять по размеру, и в итоге я в том же Леруа Мерлен нашел вот такую тоже недорогую коробочку, тоже органайзер, вот такого примерно размера, сюда плата от Дельта-С прекрасно входила, прямо, как влитая, вот у меня, например, в данном боксе лежат разные электронные микросхемы, вот такую же коробочку я взял и уже поместил туда эту плату от Дельта-С, 52 микросхемы, здесь можно видеть, что я уже сюда добавил внутренние динамики, скажем так, отдельно, здесь видно, просвечивает сквозь прозрачную крышку, это батарея, то есть это у меня питание для этой платы, обеспечивается здесь таким образом, то есть она независима от внешнего питания, можно батарейку зарядить и использовать ее без питания, вот, ну и отверстия какие здесь пришлось тоже сделать, самое большое отверстие это для разъема внешнего, сюда, например, у меня вот так вот заподлицо втыкается переходник под платы стандарта ZXBUS, то есть, например, сюда можно было бы вставить вот такую вот, такую платку от Лотарека Пингвин под PS2 клавиатуру, и таким образом, например, у меня здесь клавиатуры нету пока, можно использовать, например, внешние клавиатуры от того же IBM PC. Единственный нюанс, пришлось проводок кинуть на плюс 5, вот здесь вот, чтобы он шел на плату и отрубал всю ее внутреннюю периферию, потому что она мешала работать в данной плате, не знаю, с чем это связано, скорее всего, именно связано со схематикой данного образца, скажем так, да, то есть советские инженеры не особо переживали совместимости с оригинальными спектрумами, вот, на оригинальных спектрумах эта плата нормально работает, и даже на клоне спайдера она тоже прекрасно работала вместе со встроенной клавиатурой, вот. Также сюда можно подсоединить, например, DFMMC, вот таким вот образом, и с этого DFMMC загружать образы дисков или ТАП-файлов. Какие же здесь у нас есть разъемы? То есть на плате Delta S есть плата разъемов, которая прикручена прямо к ней, она вполне удобная, чем мне, собственно, и нравилась всегда, то есть ее очень легко извлекать из корпуса, прямо использовать без корпуса, то есть прямо на этой плате все уже разъемы есть, достаточно к ним подсоединиться, вот, но в данный корпус она не лезла никак, пришлось ее демонтировать, все проводки соответствующим образом из платы выпаять, и уже, когда я начал монтировать уже в этот корпус, стало понятно, что лучше все-таки здесь использовать современные разъемы, ну, например, джойстики, вот, лучше использовать форматы DB9, нежели те, там, SG7, там, которые использовались на плате Delta S. Здесь, опять же, то же самое, например, видеовыход RGB, RGB, вот, тоже соответствующим образом заменен на разъем DIN 9, почему, собственно, DIN 9, потому что у меня просто есть проводок от SEGA, который я заказывал на AliExpress для ZX Evolution, вот, у меня еще были, оставалось такое вот гнездо DIN 9, которое я сюда тоже смонтировал, ну, и плюс, конечно, от него есть, то, что можно передать дополнительные 5 вольт для переключения в режимы, как раз, RGB, и здесь также передается сигнал аудио, стерео, что тоже очень удобно. Дальше здесь есть внешний аудиосигнал, и, например, если нам недостаточно того звука, который мы получаем от того же телевизора, там, да, или телевизора у нас нет колонок, если воткнуть сюда штекер, джек, да, то отключается сигнал аудио, передаваемый вот сюда, вот, что очень удобно. Вход для монитофона, который позволяет загружать игры, кнопка включения питания, кнопка сброса, это кнопка включения аккумулятора, вот, и дополнительно реализованы еще здесь порт композит для выхода картинки, и порт S-Video, это реализовано отдельной платкой, эти два входа, по одной простой причине, здесь можно, конечно, с него снять композит, но он будет черно-белым, не знаю, в чем особенность данной платы, но здесь именно только черно-белый сигнал, чтобы получить цветной, приходится покупать отдельную плату. Так, на этой стороне у нас есть крутилка для звука, то есть можно сделать громче, тише для этих колоночек встроенных, и порт SCART, который используется в данном случае для подключения внешней клавиатуры, по моему стандарту, скажем так, сделанный. То есть сюда можно воткнуть вот такой вот разъемчик, другой конец этого разъема, и втыкаем вот в эту клавиатуру, получаем вот такую вот связку, и на этой клавиатурке можно уже, собственно говоря, вполне себе играть, например, да, то есть этот вариант как раз на тот случай, пока у меня не реализована здесь встроенная клавиатура. Так, что же у нас внутри? Внутри у нас очень интересно. Во-первых, корт-крышка все-таки открывается, да, то есть мы получаем полный доступ ко всем внутренности. Все разъемы, которые использованы у нас здесь, здесь они отсоединяемыми, то есть можно спокойно все эти разъемчики вынуть, и платку открутить и вынуть отсюда из корпуса. Это очень удобно. То есть это не так, что мы здесь все сделали один раз, и больше мы здесь еще не можем. Все вполне себе извлекаемо. То есть видно, клавиатура у нас подсоединена вот эта вот, здесь вот разъемы тянутся к ней. Здесь видно большую плату. Это у нас плата АЙ, чип АЙ. Для ее монтажа нам пришлось еще здесь вот сделать, поднять этот разъем, потому что невозможно иначе на плату это дело поместить нормальным образом. Вот, то есть мы получили здесь нормальный трехканальный звук, в отличие от бипера, который был встроен сюда. Бипер, понятное дело, был демонтирован. Вот на место него здесь был помещен пока что аккумулятор. Здесь видно отдельную плату для выхода композитного сигнала и сигнала S-Video. Формат 2, вот здесь вот у нас композит, сюда выходит S-Video. Сигнал композит получился здесь в плате вполне приличного качества. Пришлось, правда, несколько помучиться, потому что тот сигнал синхросмеси, который подавался вот сюда, оказалось, что он идет по умолчанию на вот этот вот выход через резистор, и его сигнала не хватало, чтобы было нормальное было изображение. То есть оно слегка так было испорчено. То есть когда я подстенился без резистора вот сюда непосредственно, изображение сразу стало лучше. Ну и тоже поэкспериментировал, вывел уже сигнал на S-Video. Здесь стало понятно, что картинка через S-Video, конечно, раз в два лучше. Потому что если, например, через композит у нас изображение, видно, плывет на экране, это очень сильно заметно. Особенно когда играешь в какие-нибудь игры, где много мелких изображений, вот, например, даже в то же звездное наследие, там просто плывет это все дело, раздражающе влияет на глаза, то здесь это сильно не влияет. Что здесь еще сделано? Значит, для колонок сделан отдельный вот здесь вот у нас кусочек платы из тех же колонок выдран. Здесь вот звук регулируется и усилитель стоит. Сюда у нас прикручена платка, это для батареи. То есть у нас питание попадает отсюда, идет сюда, заряжает вот эту батарею, а уже с батареи идет питание всего остального компьютера. Вступает сюда, по-моему, 1 А, с него снимается 2 А. То есть, в принципе, вот этих вот 2 А хватает для питания всей остальной платы, из того, что здесь пока навешано. Так, значит, то есть вот сейчас, например, я могу продемонстрировать, как я ее включаю. Вот нажимаю кнопочку, вот загорается огонек, то есть здесь сейчас плата, она вполне работоспособная. Вот выключил, все погасилось. То есть все пока что более-менее работает. Опять же, все это дело спокойно закрывается. И плата вполне себе крепко держится, ничего здесь не дрягается и не отходит. Несмотря на все вот это вот обилие проводов, как я сказал, уже элементарно все разбирается, обратно собирается. Что здесь осталось сделать по данному направлению? То есть то, что я хотел, по крайней мере, сделать. Сюда хотелось бы сделать клавиатуру, хоть какую-то, чтобы можно было хотя бы там, например, какие-то менюшки в программах, например, задать управление через джойстик, чтобы потом можно было играть через тоже джойстик. Ну и на совсем уж отдаленное будущее, хотелось бы сюда какой-то маленький экранчик еще приделать, что-то, да, у меня был совсем бы, скажем так, переносной спектрум с встроенным питанием, да, то есть можно было бы использовать его без подключения там к каким-то мониторам, телевизорам и всему остальному. То есть такой будет типа ноутбук. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать и показать сегодня. Ждите следующих роликов по доработку вот этого чуда, очумелых ручек. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока.